Эту тему далее подробнее будем обсуждать с нашим гостем. К нам присоединяется Тенгиз Аблотия, журналист Эхо Кавказа. Добрый вечер, Тенгиз. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вы вообще оцениваете эти подразделения, их численность? Ну и в первую очередь, конечно же, для понимания, зачем это Рамзану Кадырову. И неужто в Кремле так не замечают, что за счет федерального бюджета создается фактически своя армия для Рамзана Кадырова? Это личные полки Путина на самом деле. То есть тут надо понимать, что это не то, что там Путин что-то не замечает и Кадыров что-то делает за спиной Путина, укрепляется, создает свою личную армию и так далее. Во время Пригожинского мятежа мы все увидели, чего стоит вся эта структура безопасности, которая была создана Путиным, все эти Росгвардии, все эти ФСБ и так далее и тому подобное. Это все служивые. То есть это все россияне, которые там служат, получают зарплату. По сути, это люди с психологией милиционеров, если можно так выразиться. То есть пока речь идет о том, что там разгонять какие-то митинги по 20-30 человек, на какой-то акции протеста поймать какую-то женщину или несколько человек посадить. Это хорошо. Для этого и Росгвардии хватит, и всех этих подразделений. Но как только запахло жареным, мы все прекрасно видели, их никого не осталось. И последний ресурс, который был подключен, это были именно кадыровцы. Это еще большой вопрос. Пошли бы они там на самом деле воевать с Пригожинами, если бы Пригожин в последний момент не сдрейфил и действительно решил пойти на Москву. Но в чем разница? Там Росгвардия и вот эти всем официальным подразделениям, это люди служивые. Это люди на зарплате, у которых нет никакой личной мотивации. Им пока дают зарплату и пока работа относительно чистая и не требует там, скажем, если завтра от них потребует стрелять по митингу, стрелять по русским, это не факт, ни карты из них сможет. И для этого, именно для этого существуют эти кадыровские подразделения, которые и стрелять будут, и удовольствие от этого получат. И это личная гвардия Путина, это вот как дикие дивизии были еще у царей, они как раз состояли из северокавказцев. Это именно личная преданность. Это не вопрос субординации, или там они кому-то подчиняются и так далее. Это вопрос именно персональной преданности. И поэтому, не знаю, может они и будут принимать какое-то участие в войне в Украине, хотя, ну насколько мы можем судить, никакого особого героизма со стороны чеченских подразделений, со стороны кадыровцев, в Украине там от них особо ничего не замечено. И не для этого их создают. Возможно, конечно, они где-то там что-то участвуют, но их миссия в другом. Их миссия – это армия последней надежды Путина. Вроде бы, если так со стороны посмотреть, ему ничего не грозит. Никаких поползновений в сторону революции, массовых выступлений, вроде бы ничего нет. То есть бояться ему нечего. Но, как любой диктатор, он всегда видит вот эту опасность, что в какой-то момент система может выйти из-под контроля. Может, вот, скажем, сейчас пронесло Башкирии, да, там Башкортостань было. Ну, оно же в Башкортостане и осталось, да. Ну, скажем, это нормально, проблем не было. А вдруг параллельно с Башкортостаном будет там Башкортостан, еще в каких-то других местах. Вероятность этого очень мала. Но даже эту маленькую вероятность Путин учитывает. И именно для этого создается вот эта кадыровская армия. И это совсем не значит, что Кадыров что-то делает без ведома Путина. Без ведома Путина он шага не ступил бы. Так что Путин прекрасно в курсе всего, кто делает Кадыров. И Кадыров все, что делает, делает исключительно с согласием Владимира Владимировича. Я и не так и... Без уточнения. То есть это, получается, защищать-то будут максимум только Москву. Но я в контексте логистики, куда могу добраться. Если вот вы вспомнили историю с вагнеровцами, ну тогда кадыровцы ехали, ну я не знаю, то не доехали, то ли не доехали. Тогда помните, и в Ростов-на-Дону якобы пленные какие-то были у вагнеровцев в виде кадыровцев. Как-то у них даже встречи не произошло, условно говоря. Вы вспомнили тоже историю в Башкортостане, да, спасибо, Вали. Так там тоже, ну, касательно логистики, даже нереалистично, чтобы как-то войска того же кадырова помогали в успокоении, скажем так, народа. Так вот, понимание того, лично Путина, лично Москву будут охранять или как? Ну, как получится. Во-первых, мы еще не знаем, будет там что-нибудь или нет, или Путин умрет своей смертью лет через 20. Это все мы пока теоретизируем. Никто не знает, что будет, и в конце концов, разродится ли народ России каким-нибудь массовым выступлениям и так далее. Конечно, в первую очередь, в первую очередь, это личная гвардия Путина. А потом уже как получится. Вы правы, он не очень спешил на встречу с пригожинцами, да, и там в Ростове попал во все пробки, которые только можно было попасть. Но если бы этот путь продолжился, ему пришлось бы, обязательно пришлось бы, рано или поздно, он бы преодолел все пробки в Ростовской области, в итоге бы доехал. И ему пришлось бы сражаться, потому что это то, для чего его создают. В первую очередь, вы понимаете, есть очень ошибочное мнение, которое идет от очень многих, очень умных, очень хорошо разбирающихся в ситуации людей. Например, Юлия Латынина, очень не согласен с такой постановкой вопроса, что якобы, на самом деле, Путин боится, что Чечня снова взбунтуется, и поэтому он задабривает Кадырова, и что, в общем, типа как Россия платит Чечне дань и так далее. Ничего подобного. Если присмотреться на Вторую Чеченскую войну, то это было просто уничтожение чеченского народа. Вот то, что сейчас делают в Украине на 500 тысяч квадратных километров и на где-то 40 миллионов населения. В Чечне это делали на участок размером, ну где-то в Херсонскую область, миллионным населением. Там им не нужно было применять никаких ракет, там искандеры, кинжалы. Просто подогнали грады и смерчи, окружили и просто били круглые сутки. То есть это не то, что даже в Киеве могут там 3-4 дня не бомбить, или там начинается тревога, они отбомбятся, там 3-4 часа бомбят, а потом все заканчивается. В Чечню бомбили круглые сутки без остановки. И если вдруг кому-то в Чечне в голову подойдет новое восстание против России, во-первых, там уже таких не осталось. Всех вытравили, всех выдавили, и провели страшную чистку, провели, ну, такое ужасное пропагандистское зомбирование. Сейчас в Чечне преобладает абсолютно верноподданические настроения. Там ватники такие, что они похуже, чем в Москве. То есть там восставать сейчас некому. Но даже если представить себе, что найдется какая-то группа сумасшедших, там 500 человек, которые решат это все повторить, то не будет там никакой войны. Они просто, россияне просто подгонят грады и смерти, окружат их и будут бомбить, бомбить, бомбить круглые сутки. Поэтому Путин не боится Кадырова. Россия не платит никакой дани Чечне, и Чечня никакая не победившая в этой войне. Кадыров – это и личная гвардия Путина, которая будет его защищать в последний момент, который, возможно, никогда не придет. Но имеется в виду, что если он придет, то они должны быть готовы в любом месте. Насколько это будет, как вы правильно сказали, техническая возможность. Если там в Хабаровске что-то начнется. Но кого интересует Хабаровск? Россия, мы сами прекрасно знаем, это Москва, это Питер. Ну, пожалуй, все, Москва и Питер. Остальное все это где-то там, рядом, по боку. Вот даже вы видите, Украина бомбит Белгород, и ничего всем плевать. Потому что это Белгород. А если бы то же самое было бы, скажем, если бы падали, украинские ракеты падали бы на Тверскую или на Арбат, это было бы совсем другое дело. Так что у него своя функция. Он эту функцию или выполнит, или нет, это тоже под вопросом. Но, во всяком случае, больше выполнять ее некому, ибо мы увидим, что все эти официальные структуры, типа Росгвардии, они абсолютно ни на что не способны, кроме как там винтить на митингах каких-то интеллигентов в очках, там, извивать женщин и так далее. Тенгиз, вот если исходить из ваших слов, и в некоторой степени это подтверждают и аналитики, что в отчетах об отправленных подразделениях на войну в Украину из Чечни завышают цифры. А на самом деле из Чечни на войну, на фронт погибать за Россию никто не едет. Вот соотносятся ли вот эти факты с тем, что вы сказали, что в принципе Кадыров под себя готовит гвардию, как бы преданно защищать царя в Москве, а в Украину из Чечни на самом деле очень мало фактов того, что чеченские подразделения воюют в Украине. Как вы думаете, подтверждаются ли вот эти факты? Чеченцы, может быть, воюют так же, как дакистанцы, ингуши, в обычных общевойсковых подразделениях. То есть надо понимать, что кадыровцы это не единственные чеченцы, что там еще миллион населения, да, и 500 тысяч мужчин. Так что, но это все второстепенно. Конечно, и чеченцы участвуют, и дагестанцы участвуют, и, как я уже сказал, в большом количестве, к огромному моему сожалению, они участвуют добровольно, поскольку там просто махровое ватничество преобладает. Но конкретно кадыров – это не про украинскую войну. Это про защиту Путина. Против гипотетических опасностей, которые, как любой диктатор, видит эти опасности, пусть даже не сегодня гипотетические, всегда их опасаются и пытаются, ну, сказать это, перманентно это все приостановить и иметь какой-то механизм, который в случае чего, если понадобится, если вдруг что-то возникнет, у него должна быть группа людей, которые не постесняются выйти и стрелять по-русски. Чего Росгвардия может быть сделает, а может быть и не сделает. А кадыровцы сделают с большим удовольствием. Они будут стрелять и будут еще при этом громко выражать удовольствие. Вот можно ваши слова как бы ретранслировать на эту информацию, которая прозвучала в нашем сюжете, что около 14 подразделений есть этих Ахматов, которые и к Минобороны относятся, и к Росгвардии, и еще к неким подразделениям Минобороны. И вот именно подразделением этим Ахмат поручают в зависимости от принадлежности к определенной области военной, да, российской, именно самые разные функции. И в основном это все-таки не фронт, в основном это там охрана на временно оккупированных территориях. Исполнение роли полиции, да, возможно, даже заградотрядов. То есть именно такие функции, которые, ну, можно сказать, уберегают, оберегают членов этих подразделений Ахмат от прямых боевых действий. Ну, понятно, потому что в прямых боевых действиях погибает большое количество солдат. А Ахмат не для того, чтобы он погибал там за Украину и так далее. Для этого вот есть огромное количество терпил из регионов России, есть добровольцы из Дагестана, из Северного Кавказа, Бурятии и так далее, и тому подобное. Конечно, где-то как-то не получится так, чтобы совсем отмазаться от войны, совсем вообще ничем не участвовать, и просто сидеть в казармах и ждать очередного пригоженского бунта. Конечно, что-то они там делают, где-то, наверное, и на фронте участвуют, но это не основная их задача, и тем более они не участвуют, вот именно в полной расписи взять, вот сколько там, несколько тысяч человек, ну от силы, ну я читаю там сводки там, ну вот они там попадаются, где-то там какие-то части, и как раз, да, они каратели, их посылают на зачистки, а зачистка это всегда второстепенно, то есть кто-то воевал, кто-то там бился пять месяцев там, как над Бахмутом и на Давдеевской там и так далее, он потом уходит, а потом заходят силы зачистки, те самые Кадыровцы, мы прекрасно знаем все эти истории о том, как они там пытаются контролировать города, как у них возникают конфликты с русскими военными, которые там реально воюют, по-настоящему воюют, а эти ребята там, ну, там, на ТикТоке красуются, да, ну, их создает не для того, чтобы они погибали в Украине. Часть, конечно, по ходу, что-то где-то, конечно, участвует, но это по ходу дела. Основная задача, как я уже сказал, не совсем другая, и просто не факт, что мы ее когда-нибудь увидим, это другое дело, но... Да, вот тут как раз вы отметили касательно увидеть или услышать о их деятельности, поскольку, ну, действительно, вот я, честно говоря, Валера, не нашла нигде статистики, хотя бы для понимания, какие чеченские подразделения сейчас участвуют в войне против Украины, ну, и в чем, в принципе, между ними разница на поле боя. Нигде нет этой информации. Мало того, из последних информации очередного какого-то там формирования, нового батальона, Рамзан Кадыров отчитывался, что будет воевать это формирование, этот батальон, да, будет воевать в составе Минобороны России, и, причем, назовут его в честь шейха Мансура. Ну, тут давайте еще напомним о том, что это просто украденное название, а также и у подразделения ЗСУ. Ну, и мало того, даже те же истерики вызвали, вызвала эта информация у ЗЭД-патриотов, потому что там некоторые военкоры, они были возмущены тем, что решением Кадырова назвать батальон имени шейха Мансура, ведь этот деятель посвятил свою жизнь борьбе против Российской империи, отмечают те же ЗЭД-военкоры, так называемые. Так вот, где это подразделение, которое, по-моему, не то летом, о нем громко заявил тот же Кадыров, непонятно. И вот сейчас тоже объявляются, ну, не сказать, что они многочисленные, почему я вас вначале спрашивала, там, до двух тысяч, полторы тысячи, это не сильно много, так сказать. Так вот, а не выглядит это просто какой-то распил денег, и учитывая, что там незначительная абсолютно техника у них, какие-то 40 КАМАЗов, ну и так далее, ну, то есть, как-то выглядит скромненько, или я ошибаюсь? Ну, распил денег, сам Бог велел, как без распила. Но я имею в виду, что Путин в курсе этого распила. Это не то, что они делают что-то за его спиной. Это то, что он не знает, вот надо, чтобы кто-нибудь сказал Путину, вот, посмотри. Это происходит уже там, ну, десятки лет уже, да, там, ну, 15-20, как минимум, да, тогда постаршества убили, там, в 2005 или 2006. Он в курсе всего. Но этот распил, он, вообще распил является частью российской системы управления. Это не то, что там кто-то что-то делает без его ведома. Нет, там все четко понятно, вот ты можешь там распилить, вот столько-то, столько-то, ну, грубо говоря, конечно, кто-то так не садится и там не расписывает, там, 15% можно распилить, там, или там 13,25 сотых, да. В целом, распил является частью российской системы, тем более, тем более это касается вооруженных сил, тем более кадыровцев, тем более это касается Чечни, кто там где-то далеко, просто там по себе, и которая, ну, в какой-то крайний момент может оказаться... Они там все ждут, конечно, они будут и воевать, они все будут чертить, так, чтобы нанести в себе слишком большой ущерб. Совсем отмазаться, и там не воевать, и сидеть в ТВ, они тоже не могут. Там вся страна воюет, а вы тут отмазали все города, демонстрируете мышцы, показываете автоматы, там в ТикТоках записываете, такого... Это правило игры надо соблюдать. В правило игры входит и тот самый распил, о котором вы говорите. Тоже часть игры, тоже часть системы. Так что все очень четко уменьшается в рамках путинской системы управления. Здесь ничего такого, что характерно, скажем, только для Кадырова. Скажем, то же самое не происходит там в Росгвардии, или что делать. Вы сами видите в Министерстве обороны, да, вот в армии, которая против вас воюет, да, сколько там всего распилено, сколько там своровено, сколько там продолжают воровать эти легендарные истории про пропавшую форму и так далее и тому подобное. Везде там распиливают, почему бы Кадырова не распиливать? В какой стадии? Тенгиз, спасибо, что присоединились к нашему эфиру и я напомню, Тенгиз Аблотя, журналист Эхо Кавказа, был с нами на связи. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин